Власти Таиланда официально объявили об окончании наводнения. Теперь страна снова ждет туристов и подсчитывает убытки, которые превысили 260 миллиардов долларов. И эта цифра только растет. Хотя Бангкок уже можно считать сушей, наши корреспонденты утверждают, некоторые районы Таиланда до сих пор под водой. Репортаж Андрея Цыплиенко. Трехлетняя Мачан очень любит гостей, особенно тех, кто готов слушать ее рассказы о наводнении. У нас здесь были маленькие рыбки, указывает она на бассейн. Все уплыли, но ее отец, торговец Валалит Селитон, до сих пор находит рыбу в самых неожиданных местах своего дома. Видите, вот это темный след от воды. Вот сюда вода доходила. Значит, уровень воды был больше полутора метров. Во дворе – да, но на улице – два с чем-то. Наводнение в Таиланде началось в августе. Мировые медиа заговорили о катастрофе в октябре, когда большая вода захватила центр Бангкока. Буквально за три часа вода поднялась. Сначала было по пояс, потом выше, выше и выше. Мы решили переждать наводнение на втором этаже. Ждать пришлось долго. Полтора месяца в Бангкоке можно было рыбачить, не выходя из дома. На улицах вместо автомобильных появились заторы из лодок. Торговля плавсредствами превратилась в выгодный бизнес. Такие пластмассовые лодки продавали за 400-500 долларов. Торговцы подплывали прямо к дому. Оказалось, без лодки не выжить. До пунктов гуманитарной помощи можно было добраться только в плавь. Когда горожане поняли, что вода пришла всерьез и надолго, они с восточным фатализмом стали учиться жить по-новому. Люди сухопутной формы жизни перебрались на верхние этажи домов, уступив нижние рыбам и земноводным. И только сейчас, когда вода стала спадать, жители Бангкока, отложив в сторону весла, снова пересели на автомобили и перестали ловить рыбу в собственных гостиных. Как ни странно, чем ближе к руслу реки, тем безопаснее. Этот искусственный канал защищает систему шлюзов. Даже в самый пик наводнения вода здесь оставалась на прежней отметке. Шлюзы задержали паводок, наши дома вдоль канала уцелели. Единственное неудобство – мы не смогли выходить на лодках и катать туристов. Впрочем, в столичном пригороде Срин-Салеран-Ром вода на улицах стоит и сегодня. Мировой банк считает это наводнение самой продолжительной среди катастроф новейшей истории и четвертой по степени материального ущерба. У паводка есть шанс подняться в этом невеселом рейтинге. Новый год жители Срин-Салеран-Ром будут встречать по колено в воде. Андрей Цыплиенко, Сергей Дубинин, Бангкок. Подробности телеканала.